Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, а вы на канале Пестрецов Шоп. Сегодня у нас на распаковочке вот такие вот духи, которые я привез из Турции. Собственно говоря, с чего все начиналось, я пошел посмотреть на рынке, что у них там продается, и увидел, что они продают три упаковки духов за 15 долларов. Понятное дело, что это подделки, понятно, что это не оригиналы, да, но, соответственно, все выглядит очень интересно, но 15 долларов, что это такое? Это вообще почти ничего. И поэтому я, собственно говоря, купил сразу целый огромный набор разных духов, которые мы с вами сегодня распакуем. 6 женских взял и 6 мужских, то есть будет чего посмотреть. Давайте просто посмотрим, чем они отличаются, что в них такого, и в чем разница с оригиналом. Хотя меня уверяли, что никакой по сути разницы нету, они отличаются только добавлением муската. Честно говоря, я просто не помню, как он называется, вот именно скитовые железы, то, что берут, чтобы, собственно говоря, духи были пахучие. А здесь же все то же самое, только на спиртовой основе. То есть, грубо говоря, это у вас держится 4 часа, а оригинальные держится 12 часов. То есть, вот как-то вот так. Ну что же, давайте мы все это распакуем и посмотрим, что же там внутри. Итак, поехали. И начнем мы, наверное, с самых популярных, наверное, с 60-х годов духов. Это Chanel номер 5. Давайте посмотрим, как сделана эта коробочка. Как вы видите, внутри коробки есть какой-то небольшой мусор. Собственно говоря, есть какие-то потертости. Потертости, я не знаю, на бумаге, не на бумаге, может быть, не на бумаге. Сзади у нас, собственно говоря, тоже какие-то надписи. Упаковка, как вы видите, запакована, она не очень равномерно, хотя с ней тут, в принципе, более-менее нормально. Имеет шовчик здесь такой. Что, давайте мы откроем. И посмотрим. То есть будем оценивать, наверное, все. Описание. Реплики туалетной воды и духов. Турецкие аналоги парфюмерии. Люксовая парфюмерия – некий символ роскоши и безупречного вкуса. Дорогие, притягательные, манящие. Эти композиции особенные, и они заметно отличаются от предложений масс-маркет. Но что делать, если парфюм элитного бренда очень нравится, а возможность потратить баснословную сумму на его приобретение нет? В этом случае на выручку приходят бюджетные аналоги. Нет, речь не идет о подделках с неизвестно каким составом и отсутствием сертификации. Речь о качественной альтернативе парфюмов другого бренда, практически один в один повторяющий букет. Да, сам вот этот мусор находится на коробочке. Скорее всего, какой-то, ну, вряд ли, наверное, будете дарить. Вот, коробка сделана прямо с какого-то картона, можно сказать. Что же, давайте мы, наверное, откроем ее. Туговато. Давайте снизу попробуем. Тоже туговато идет. Внутри у нас вот такой вот тюбик. Здесь уже такая просто наклеечка написана «Шангл». Я знаю, опять паришь. Открывать я не знаю, стоит ли, не стоит ли? Так, ну, боюсь, чтобы она не заманяла тут. Ну-ка. Да, слушайте, оригинальный запах. Могу сказать, что запах как у оригинальных «Шангл-5». Ничего не скажешь. Но они очень плохие, я хочу сказать, да, здесь как бы как-то так. Здесь у нас еще много криво приклеено, но вы же покупаете это не ради баллончика. Если вы покупаете для себя, наверное, все-таки покупаете это только ради запаха. Так, что ж, идем дальше. Дальше у нас вот такой вот интересный тюбик. Интересная коробочка такая «Giorgio Armani». Тоже, видимо, женский партнер, на самом деле, просто перемешал. Как бы в них не особо разбираюсь, что мужские или женские. А здесь мы уже видим, что очень странно нанесена здесь, соответственно, вот этот код. Он как бы напечатан, но на самом деле, он должен быть как бы наклеен отдельно наклейкой, насколько я вам могу сказать. Так, немножко зимой полосбела на камере поставил, чтобы не было подвижно, чтобы не бегать туда сюда. Так, ну и что дальше? Здесь у нас тоже, соответственно, шрифт-код, это тоже не наклейка, это не напечатан на упаковке. Видно, что напечатан здесь еще на слюнном принтере, я не могу точно вам сказать. Нет, скорее всего, это, наверное, светлая печаль. Давайте мы ее откроем. По пакетику могу сказать, что здесь, наверное, такое же абсолютное определение, как и в прошлом парфюме, в прошлом духах. Да, вот такой шелчек есть, что выдает, что это не оригинальный. Опять вот, хочу сказать, здесь такая же картонка, она не глянцевая, она матовая, то есть в «Giorgio Armani» в декой луковке. Так, давайте посмотрим, что здесь напомнение, так, ну, слушай, что-то тут отрывается. Ну, здесь, собственно говоря, все так обычно, здесь ничем вообще, наверное, не отличается. Вот пузырь у кого, что самое странное, здесь еще, знаете, такая надпись «Giorgio Armani», то есть они вот прям постарались вот выделить, ну, наверное, возможно, это клякса. Вот, наверное, знаете, такое себе тоже не поставишь, наверное, чтобы никому не показывать, что это такое. Так, давайте посмотрим, как пахнет. Да, пахнет очень приятно, я, на самом деле, не знаю, как пахнет оригинал, но, может быть, как-то что-то похожее. Здесь у нас есть какая-то отличка. Хочу сказать, что сразу же компачок, он с этими засечками тут. Ну, запах очень прикольный, очень классно вообще все это пахнется. Хочу сказать, что, ну, да, за 15 долларов вы, наверное, все-таки получаете просто вот три разных, собственно говоря, пузырька. А, смотрите, здесь у нас еще нервности на самом пузырьке. Это именно, даже внутри пузырек воздуха, я там, да, не один их, но много там даже застряло. То есть все это делает, собственно, чисто в мегакустарном производстве. Что ж, идем дальше. Теперь давайте тоже посмотрим один из таких брендов, это «Lacosta Touch of Pink». Дотройся до розового. Здесь у нас вообще очень такой, я бы, наверное, сказал бы, жесткий Китай, но это, в самом деле, не Китай, это у нас Турция. Это, наверное, что-то светело. Наверное, посмотри, что они там внутри. Здесь я хочу вам уже сказать, что главное отличие, здесь уже глянцевая основа. Вот, я не знаю, как выглядят оригиналы. Это у нас тоже запечатано на коробке. Здесь это тоже не на крайкая отпечатка. Здесь же коробка, она поинтереснее, получше выглядеть, чем в предыдущих. Здесь у нас, смотрите, какой-то засечечка специально сделана, возможно, как на оригинале. Так, внутри опять у нас точно такая же, собственно говоря, упаковочка. Так, достаем пузырек. Ну, наверное, знаете, буду ждать от вас в комментариях информацию о том, насколько это похоже на оригинал, как это все вот отличается или нет. Будет очень интересно, на самом деле. Touch of Pink, «Lacosta». Достаточно низкого качества печати, все равно видно. Нанесена она, как-то, знаете, она, что-то распорчатая. Крючечка у нас вот, так вот она шатается. Ну, я так понимаю, они пытались сделать под оригинал. Здесь у нас такие засечки есть. Наверное, просто во время транспортировки царапалась. Так, что ж, давайте по-моему, у нас сейчас есть какая-то наклеечка есть. Там написано, например, 80 миллилитров, давай 8, флос, ну, и, в общем, как-то так поешь. Та-та-та-та-та-та-та, конечно. Запах такой очень приятный, очень нежный. Ну, как сказать, да, наверное, все-таки это очень недолго все будет сидеть. Ну, что ж, ну, предлагаю уже перейти, давайте, к трем армошным парфюмам. И начнем мы с мужского парфюма. Это «Armani». Кот от «Giorgio Armani». Чубик написан 100 миллилитров. Вот такое здесь оправдение. И, опять, пакетики, они везде как бы одинаковые все, они такие грубые. То есть, на оригинальных парфюмах я знаю, что там пакеты более приятно сделаны. Здесь еще пакеты с такими большими шивами. Ну, в общем, как-то, не знаю, может быть, подделка будет низкого качества. «Made in France». Ну, конечно, да. Так, что у нас там еще есть? В принципе, здесь очень короткая францовка, просто обратите внимание. Коробочка у нас сделана из достаточно тоненького такого картончика. Она глянцевая. Наверное, чуть-чуть получше, чем отставка. Это у нас тоже напечатано. Они особо не парятся по поводу шрифтов. Ну, здесь шрифты, хочу сказать, получше вообще выглядят, чем на двух первых, скажем так. Здесь всякой гравировки, без всего. Так, давайте посмотрим на пузырек. Так, все выглядит. Здесь уже у нас немного другого оформления. Вот даже внутренние пакулочки. И, собственно говоря, вот такой пузырь. Хотел сказать, что он очень безымянный. Но, на самом деле, он не безымянный. Нормальный, с кривой наклейкой «Armani Cut». Я думаю, что Армони там перевернулся бы где-нибудь, если бы увидел бы такую фигню. Простите, заражение. Так, ну, ты чего не сделаешь ради контента, на самом деле. Колпачок вот такой. Вот такой вот, как вам сказать, ну, просто, вот знаете, наверное, ну, знаете, вот ролики из Индии, как они там делают всякие выхлопные тушбы и всякое, всякое всячное, без такого, знаете, современного производства, вот просто, как все руками. И здесь мне иногда кажется, что здесь, наверное, все то же самое. То есть, это, скорее всего, просто ручной труд. Люди просто делали там, клеили все это вот, ну, как-то вот так вот. Здесь же наклейка, наверное, такая более поинтересная. Да, мы, наверное, все-таки Армони же, да? Что у нас там? 100 миллилитров 38К800. Так, надеюсь, там не отправимся мы от запахов. Давайте прысим. Ну, достаточно приятно. Я хочу сказать, знаете, как вот капельки просто распространяются. Ну, они, видимо, тоже какой-то масло не рассматриваются, они всегда собираются в такие капельки. Ну, вот странный запах. Очень странный. Здесь, кстати, такой шовчик имеется. Так, что же делать дальше? Это мы посмотрели. Давайте посмотрим о Savage от Dior, 60 миллилитров, два Floss. Я не знаю, что такое Floss, может быть, вы в комментариях напишите, что это такое. Вот, потому что, еще раз повторюсь, я нечасто открываю парфюмы. Здесь уже более интересно они решили пойти и сделали сверху наклеечку, чтобы вы, ну, как бы, знаете, может, кто-то и запутается и скажет, что это оригинал, но ведь вы видите такую наклеечку сверху. Хотя, конечно, он мрак. Ничего не взял от этого, но хотя, может быть, наоборот, будет приятно. Армани мне не понравился. Скорее, чем любители просто. Здесь уже более интересная упаковка, хочу сказать. Она уже здесь такая двойная, и это уже напечатанный глянец на матовой коробке. Причем здесь еще есть гравировка. Вот, снизу у нас побольше всякой информации. Тоже достаточно высокого качества печать. Тут еще выкровена партия. То есть, что говорит нам о высоком качестве подделки, блин. Так, давайте теперь посмотрим. Кстати, значок, наверное, нанесел тесьмой. Тоже очень классно смотрится. И здесь у нас такая вот репристая коробочка. Ну, то есть, в этом случае, наверное, все-таки они больше уделили внимания самому оформлению упаковки. Так. Внутри, как мы видим, там сделаны вот с такими креплениями, креплениями тюбика. Постараюсь обыскивать это на видео, хотя тут можно увидеть, чтобы он там внутренне болтался. Достаточно небольшой тюбик, а здесь, как и на предыдущих, а, соответственно, на фюмах нанесена такая прям низкая качественная печать. Я думаю, что Диорб тоже там где-нибудь этот приведет, но воздалился. А здесь у нас смотрится тоже гравировка внизу на флакончике. Так, что-то что, давайте посмотрим. Здесь вот поинтереснее, если там внутри какая-то муха нарисована, я не знаю, как ли это в оригинале, что это означает. Ну, очень-очень интересно, она как бы, она магнитная. Да, она магнитная, ее вот было, она магнитная. Возможно, и в оригинале также, но вообще сделано прикольно, мне уже нравится. Давайте теперь помухаем. Да, запах. Ну, как-то так, наверное. Наверное, у меня уже нос просто забился и ухтит все. В общем, тоже, возможно, любителя, но, вот, не знаю, конечно, для меня что-то такое сложно найти. Вот, что ж, давайте откроем последний, наверное, мужской. А, и давайте мы, наверное, откроем у нас вот здесь Алла Коста Essential. Вот такая вот зеленая упаковка. Тоже видно, что качество достаточно хорошее ее с виду. Ну, как бы, это делишь с виду. По пакетам, я бы сказал, что он такой же, как и на предыдущих. Опять вот этот шелчек. У них, видимо, аппараты, которые запакуют, они просто все такие. То есть, они могут аккуратно просто затаковать. Вот, ну, хотя бы ничего не отходит. Здесь такой соплю просто повисит на этих шелчек, чтобы закрепить. Ну, вот, все. Так, это выглядит. Вот, два. Блянцевое, собственно говоря, здесь у нас покрытие. Оно такое неоднородное. Здесь он с какой-то, знаете, такой небольшой вот текстурой. Очень все здорово сделано. Тесненое. А Алла Коста он выгромирован. То есть, тоже расскажу, как на оригинале. Вот, что у нас далее. Смотрите, здесь у нас открывашка такая, прям специальная, прям для фанатов. С крокодилчиком, который не открывается. Вот, 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 вот открылось. Дальше у нас идет вот такая вот милая-милая пакулочка. И вот такой вот интересный баллончик. А здесь нарисован у нас сам бренд. Это еще у меня буквка А уже стирается, да? Ну, возможно, просто могу вам точно сказать. За ней у нас их крокодилчик. Крышечка у нас металлическая, толстая. Она внутри у меня нет. В общем, у нас, в принципе, так, ничего. А, нет, вот, в принципе, нормально одевается она. Так, давайте понюхаем сам запах. Напреколе? Свеженький ароматец. Вот это мне нравится, сейчас расскажу. Наверное, знаете, наверное, вот все-таки, возможно, просто такие вот одеколоны, парфюмы, духи не надо покупать, прежде чем покупать какой-нибудь дорогой оригинал. То есть вы точно будете знать, как он будет пахнуть, и, соответственно, оригинал он будет пахнуть. Так же только в 100 раз, наверное, пахучее и улучшее. Поэтому, наверное, все-таки совет. Так, знаете, вот, если вы приезжаете куда-то в какую-то страну, где это все производится, все это, ну, в валах покупать. Я особо не любитель в магазинах, там, где берем запахов что-то нюхать. Ну, а мы переходим опять к женским бухам. И здесь у нас дальше идет Кокло. Это Chanel Parish. Типа очень похожа упаковка на Chanel номер пять, которую мы с вами только что, по сути говоря, открыли. Она и такого же размера. Но здесь я хочу сказать то, что внутри ничего не грязно. То есть, опять же, упакована той же пленкой, хотя, скорее всего, наверное, это на арбор пленку, мне кажется, смысла даже говорить больше нет, потому что везде на этаже. Так, ну, давайте, давайте на них откроем, глянем. А здесь у нас уже приятная такая глянцевая поверхность. Гравировочка буквы, они сделаны, видите, гравировки. Очень сделано все аккуратно. Смотрите, блестящая поверхность. Здесь тоже здесь гравировочка. Здесь у нас просто печать хорошего качества. По сравнению с этим, конечно, это полный прям пипец шлак. Не знаю, то есть, здесь просто письма есть и все. Здесь намного все интереснее сделано. Прямо вас радуется, хочу сказать. Что, давайте мы откроемся. А что мы тут видим? Мы тут видим прям точно такой же баллончик. Но на самом деле я сначала понял, что вот здесь вот моча просто какая-то налетена. А здесь вот прям не поминают. Смотрите, она наклеечка какая. Я не думаю, что в оригинале она, возможно, такая же. Хотя, кто ее знает, я, наверное, в глаза их никогда не видел. Да, это, наверное, наклейка все-таки. Так еще не как-то гравировка лазером полу-стекло. Выглядит как-то так. Так, здесь у нас вот такая же, в принципе, крышечка. С криво приклеенной такой ленточкой. Нарается все достаточно так. Просто. Так, давайте посмотрим. Приятный аромат. И он, как на самом деле, такой достаточно слабо выражен. Не хочу сказать, что он какой-то насыщенный, но достаточно так слабо выражен. Так, что ж, идем дальше. Давайте смотреть. Lancome. Тоже какой-то французский типа парфюм. Здесь я даже не понимаю, что здесь написано. Вот, упаковка. Толи-бьяница. На один, на что тут тесьма. Вот, это все осталось. Так, что можно сказать сразу. Да, здесь у нас есть теснение о таком пол-бьянице. Не могу сказать, что это вообще там полно-матовое. Хотя, конечно, ближе к мату. Можно сказать, но все равно отражение оно какое-то имеет. Бумага, ну, печатка на этой бумаге, конечно, на качество повыше, чем если мы берем совсем полный матовый. Да, здесь даже вот рукушки они. Хотя, рукушки здесь вот на это нормально, да, вот так сказать. Были такие где-то. Да, вот здесь наматывается вообще как-то полный альц. Так, здесь у нас сверху тут есть драйверовочка. Как ее показать, потому что она очень плохо видна. А, ну, видно. Вот. Как бы здесь, наверное, как бы все, раз посмотрю, что вы внутри. Как-то вы видите. А внутри вы получаете кучу гусора какого-то. Смотрите. Что не так? О, внутри уже, наверное, кто-то ими пользовался. Все лежит отдельно. Это какие-то поддержки были сделали, чтобы все это как-то стояло нормально. Хотя внутри он везде должен был стоять нормально, но, наверное, просто пока уже, знаете, все это растряслось. Итак, там мы видим вот такой вот баллончик. А он без опознавательных знаков. Насколько вы видите, они уже тут и потекли, наверное, все-таки. Ну, в любом случае, какие-то у нас уже тут потекли. Дальше, сейчас как бы это все не завоняло, потому что мы тут вообще не задохнулись в этом. Так, еще раз. Сложно что-то сказать. Не скажу, что это как-то, знаете, мне не нравится. Скорее всего, нравится. Но, по большей части, запхи настолько не ярко выражены. Они просто вот, то ли это после ковида, так вот все чувствуется, не могу сказать. То есть, как-то вот, ну, в общем, очень странный дизайн тюбика. Почему ничего на нем не написано, тоже непонятно. В общем, как-то вот так вот, не могу сказать. По запаху, ну, не знаю, не могу сказать, но ничего не очень заходит. Последний женский у нас на сегодня это Idol. Ванком тоже, видимо, от этой вот конторы. А здесь уже тюбик у нас тоже напечатан на матовой поверхности. Есть все языки, кроме, наверное, русского. Да. Причем у нас тут, да, большинство свалилов, здесь, конечно же, у нас турецкий присутствует. Да, вот теперь, когда я вытер доску, я чувствую просто приперман запах, просто кипец муков. Так, ну, что я здесь могу сказать. Здесь уже просто видно, что коробочка, она сделана на таком, знаете, как это называется, наверное, в турсырье. Очень низкого качества, вот эта вот прям бумага. Она такая, знаете, вот, как будто листы какого-то вактана, дает она, если получше. Хотя здесь они сделали тиснение. Печать, в принципе, она качество хорошее, но она такая бумаги, но она сама по себе, потому что она не мочит. Так, здесь, что-то тоже напечатано, потому что она есть, ну, примерно такое тиснение, скажем так. Давайте смотреть дальше. Вот здесь мы уже видим, как более-менее нормальный, ну, если так можно сказать, оболончик, который уже, скажем так, без крючек, она уже просто, знаете, сама по себе начала. Уже как новая, она уже просто, по себе, сама по себе начала там украска слегать, еще до того, как они начали пользоваться. Внутри баллона здесь у нас какие-то адские пузырьки, печати очень низкого качества. Вот такой вот в турсе. И, знаете, вот в основном в турсе кто это все покупает, ну, не понять, немцы стоят в очереди все это разбирают просто в таких количествах, что мне просто стало интересно, я захотел просто все это распаковать, поэтому я их купил. Вот этот вот запах интересный, вот он, да, он такой насыщенный, в принципе. Ну, по консистенции я вот могу сразу сказать, да, что это сделано, скорее всего, на спиртовой основе такая вединистая жидкость. То есть это не, не, как бы, оригинал, да, где у вас там маслянистая жидкость, а она зимой вединистая. Наверное, на эти вы отличаются, но запахи они очень-очень сильно, когда на этот оригинал приближены. Так, что ж, вот у нас баллончик сам по себе такой. У тебя тут есть и выемка. Они, конечно, стараются делать как бы как оригиналы, да, но, блин, вот такие пузырьки, ну, это, конечно, шляпа полная, честно скажу. Ни одна бы женщина, наверное, себе не захотела, ну, говорит, такую хрень, держать себе косметички. Это, если здесь никому не показывать, только. Ну, это вообще просто, как будто бы, наверное, и в сто лет лежали. Далее у нас идёт мужский, это у нас Aure Home Sport Chanel. Вот, 100 миллилитров, здесь у нас, такая, глянец чистый. Так, давайте мы откроем. Ну, здесь, могу сказать, сразу упаковка очень интересно сделана. Очень качественно. Здесь такие тёмные покрытия. Сделана как оригинал, могу сказать, качество очень высокое. Так, здесь, в виде нафиг, в котором тоже её нету. Ну, тут представляется, что, можно сказать, на него всякое, посмотрим, что там внутри. Внутри, смотрите, у нас здесь сделан, для необычного дела, как вулажка, да. Сделан через двухстороннее покрытие, ну, молодцы, я могу сказать. Сейчас попадаются иногда такие хорошие вещи. Ну, и когда ты, собственно, добираешься на это, смотришь, какой там внутри лежит трэш. Ну, у нас есть наклейка, и я уже туалет, туалетная вода. Компачок Шанель, просто. Или, чёрная, да, Шанель. Ну, это пикц, сейчас вам скажу. Просто. На городе, наверное, ручная работа, всё это собирается, вот как этот. Очень низкого качества просто покрытие. Просто, я не знаю, из баллончика, то есть фиша грень, вообще какая-то сумасшедшая, какой-то мусор, какая-то пыль там, всё это свечено. Слушайте, ну, это просто вообще трэш-бан, они просто реально из баллона это всё красят. Ну, вот как это всё доносится, я даже не представляю, если я даже в живую человеку это делаю, эти наклейки переводные. Так, давайте просто понюхаем. Ну, так, запах, да. Тоже самая водинистая жидкость здесь, не хочу сказать, что-нибудь масляная какая-то. Хотя у них там же, где продаётся вот эта вот фигня, там и продаются и оригиналы, скажем так. Так, что ж, идём дальше. Дальше у нас вот такие, такой вот одеколон, Виктус Пако Арабаны. Ты даже язык не сломаешь, пока выговоришь. Серая такая упаковочка, ну, здесь всё то же самое. Оно уже открывается снизу, пытается открыться. Очень, очень мягкая бумага, ну, то есть это вообще-то даже не картон, это, блин. Куча, какого-то на ткани напечатали, хотя, наверное, она просто мокрая, она влажная, и её выпало, они там не протекли. Да. Ой, какой сильный запах, мама, не верю. Наверное, надо просто их открыть, потому что они тут мокрые, влажные все. О, боже мой, что это? Да, смотрите, она просто здесь, она потекла, она уже там потекла. О, фу, а вот вообще просто, ну, запошёл. Сделана она в виде кубка, блин, наверное, брать эту штуку отсюда. Сделана она в виде кубка, ну, явно, когда ты их там плескаешь там по 10 раз, плитерно, очень, очень плитерно. Ну, по крайней мере, здесь они сделали, собственно, наклеечку. Опа, вот так вот она снимается с целиков совсем, да? Я понял, короче, так это не надо. Это прям бред, как и водить обратно. А, всё-всё, окей, окей. Фу. Я просто этот, не в плане там фу-фу, но он просто очень плитерный. Так, давайте просто пшикнем. Причём, знаете, я могу сказать, она не вылилась, но она как бы именно вылилась, а не то, что там она нажималась на кнопку. Сложно очень понюхать, потому что очень сильно просто несёт от неё таким просто плитерно-притерно. Не знаю, как это вы его взяли, я не знаю, это только со вкусом можно сравнить. Взяли чай и туда 20 ложек сахара. И вот этот вот сахар, он даже уже не распаряется там. Вот здесь вот что-то такое, вот что-то такое. И даже, блин, видимо, когда я его клеил, вот этот вот пьяный там, или кто, турок, он просто, ну, знаете, вот надо, блин, просто, чтобы быстрее дальше всё это ушло. Настолько криво всё это сделано. Всё это, блин, такое нищие китайское качество. Здесь даже, блин, она даже не попадает, вот просто половина в этот, попадается в колпачок, в сам, внутри, в крышке. То есть, чтобы её сами себе не прыскали, она просто внутрь половины прыскает, половина на вас летит. Вот, что ж, давайте дальше смотреть. Все, реально, там задохнуться можно. И последний у нас это Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Наверное, как и всё остальное, всё это сделано, но меня здесь уже более интересует. Давайте посмотрим. Это такой царапанный, как будто его там, блин, не знаю, тысячи километров он как бы в машине трясся и ехал. Здесь у нас это не теснение, хотя здесь нанесена такая вот как золотистая плёнка, но это не плёнка. Хотя здесь сделана гравировка. Вот, тут, наверное, это вот всё, что можно сказать об этом. Внутри у нас обычная совершенно картонка. Синего цвета такого голубоватого, жидкость, кривой знак Dolce & Gabbana с короной. Корона, как она, она, наверное, откручивается всё-таки, нет. Нет, она просто снимается. Корона с отловленными вот такими штуками, то есть без одной. Или это, наверное, просто перед короной. Ну, возможно, я могу сказать, потому что оригинала я не видел. Здесь, в принципе, в основном, такой пузырёк, всё такое вот, как есть. Давайте посмотрим. Чего? Не может быть. А, чё. Блин, у меня уже просто не работает этот за рецепторы. Я уже, знаете, какой в магазине какой-то там парфюм. Ну, есть какой-то, у меня просто просто предыдущих этого кубка уже ничего не пахнет. Да, в принципе, запах такой более-менее нормальный, но, собственно, надо пробовать. Я не знаю, сколько они будут, собственно говоря, носиться, эти запахи. Ну, мораль всего видео в том, что, друзья, не покупайте подделки. Почему? Потому что, скорее всего, лучше, наверное, купить одно, но хорошее, чем 10, но нехороших. То есть, возможно, это те запахи, которые, знаете, вы пшифните, вода эта растворится, и буквально, я думаю, что тут даже на час этого запаха не останется. Лучше, наверное, купить одно, но нормальное, да, чем, допустим, вы будете гемориться вот с этим совсем. Так что, мы мораль в этом. Друзья, что ж, если вам понравилась данная распаковка парфюмов и духов, ставим ей большой палец наверх. Не забываем подписываться на канал. О том, где и как вообще это можно купить, я, наверное, все-таки оставлю в описании какую-то ссылочку. Вот. Но еще раз предупреждаю, лучше купить одно хорошее, чем покупать такое количество и пользоваться, наверное, одним-двумя, которые вам понравятся. Скорее всего, я потом, соответственно, выберу, которые мне понравились, и куплю, конечно же, оригиналы. Вот. Не забываем подписываться на социальные сети. И если у вас будут какие-то вопросы, дайте мне знать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...